А теперь я с удовольствием представляю профессора Решетова. Очень важно создавать платформу, где встречаются специалисты по фундаментальной медицине и, соответственно, уже непосредственно исполняющие, внедряющие эти клиницисты. И это как раз и является прологом ускорения той самой инновационной или трансляционной модели, о которой мы все так много говорим. Мы бы хотели сегодня познакомить вас с попытками развития аддитивной технологии в применении к хирургии, к различным локализациям, которые, в частности, направление было поддержано федеральной целевой программой. Соответственно, если мы немного поговорим про историю понятия, то, конечно, вот эта терминология сейчас используется в разновекторных направлениях. Но у нас как бы свое, у клиницистов, толкование данного понятия. И понятно, что вот эти вот возможности персонификации, они являются общим трендом, входящим в понятие четвертой промышленной революции. Соответственно, была предподготовка этого фазового перехода, и очень отрадно, что параллельно в двух ведущих технологических державах, как и США и СССР, шли работы, о которых частично упомянул, в том числе в историческом аспекте, Владислав Панченко, с которым нас связывает многолетняя научная и практическая деятельность. Соответственно, естественно, первыми точками приложения вот этих вот продуктов персонализированного подхода были энергомашиностроение, приборостроение и так далее. Ну и медицина также стала заявлять себя как важнейшей сферой применения данного подхода, что начало применяться как в учебных, так и, соответственно, попытках применения в лечебных аспектах для самых разных локализаций, сердечно-сосудистой хирургии, травматологии, ортопедии, челлен-сельцевой хирургии и так далее. И, в общем-то, надо сказать, что сейчас фактически при всех видах патологий, наиболее важных для человечества, как злокачественные опухоли, травмы, врождённые патологии, абсолютно чётко прописывается применение вот этого персонализированной хирургии, персонализированного подхода для восстановительных действий. У нас есть свой определённый к этому моменту запрос. Дело в том, что опухоли головы и шеи поражают достаточно большое количество наших граждан, и, увы, практически каждое вмешательство приводит к необходимости той или иной реконструкции. И как раз-таки место применения для реконструктивных операций, оно самое востребованное, и, соответственно, мы крайне заинтересованы во всех вариантах технологического подхода к применению изготовления индивидуальных реконструктивных материалов. То же самое касается и потребностей травматологии. Вот статистические данные из нашего ведущего научного центра травматологии ортопедии Неприорова, который говорит о том, что достаточно большое количество пациентов, увы, проходят через фазу ортопедических реконструкций, и в том числе в идеале, конечно, с переходом от типоразмера, мне очень понравился вот этот вот термин, к индивидуализации, к персонализации реконструктивных протезов. Соответственно, в нашем современном понимании происхождение остеопластических материалов делится на аллогено-аутогенные, ксеногенные и синтетические. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. И, конечно же, аллогенным имплантатом традиционно является иммунологический конфликт. Пожалуй, самый главный плюс, естественно, необходимость специфических условий при подготовке и хранении. Соответственно, аутологические, они хороши всем, кроме одного. К сожалению, не для каждой дефекта подберешь аналогичную донорскую зону на макроорганизме. Соответственно, синтетические материалы, без сомнения, самые перспективные с точки зрения качественных свойств изменений и одновременно очень близки к разрешительным всем процедурам, особенно как керамические материалы, хорошо себя загрязнены, в частности, кальцифосфатные материалы типа гидроксиапатита. И именно комбинация вот этих синтетических материалов позволяет уже сейчас реально говорить о интеграции в процессы хирургического лечения. Но проблема упирается, конечно, в сроки и время изготовления от получения первичной медицинской информации до окончательного завершения изделия, готового к применению. Есть ли пути организационные и технологические к преодолению, к ускорению этих моментов? Да, одно из них, например, это интегрированная лаборатория в составе госпиталя. Это пример установки L10, собранной руками специалистов из Эплитран, которая развернута в клинической больнице номер один первого медуниверситета. И она как раз, как минимум, сокращает время маршрутизации. Уже не требуется курьер. Емкость камеры малого размера позволяет изготавливать литье в гораздо более короткие сроки. И одновременно вторым направлением, уже достаточно близко подошедшим к широкому внедрению, это, конечно, применение материалов из титана, на основе титана, который, к сожалению, тоже имеет свои преимущества, равно как и недостатки. И понятно, что следующим витком будет, как и в любом материаловедении машиностроения, это гибридные композитные материалы. Примером наиболее частого применения аддитивной технологии это имплантология, стоматология. Технология, которая позволяет людям восстанавливать жевательные функции уже более 50 лет. И вот именно как раз здесь возможность применения трёхмерной печати на основе индивидуальных данных компьютерной томографии позволяет наиболее степенью продемонстрировать преимущество именно аддитивного, а не типологического подхода. Вот примером такого является как раз протезирование верхней челюсти. Это вообще особая проблема челюстно-лицевой хирургии. Как раз возможности соблюдения индивидуальных угловых размеров так называемых зигоматических имплантатов позволяют добиться стабильного несъёмного протезирования для этой сложной группы пациентов. Сейчас достаточно широко применяются различные изделия на основе сплавов титана. И, соответственно, было бы логичным всё-таки от попыток подгонки существующих предзаготовок перейти к реальному прототипированию и изготовлению индивидуальных имплантатов. Вот о чём говорит мировая наука. Вы видите, что идёт действительно конкуренция между материалами на основе синтетических полимеров и металла. И, опять же, совершенно очевидно, что следующей страничкой или следующей самой верхней строчкой этого рейтинга будет их объединение в композиты. Соответственно, немного о той работе, которая была проведена в рамках ФЦП. Она как раз и заключалась в том, чтобы создать возможность изготовления индивидуальных имплантатов на основе сплава титана в отечественной среде на основе полностью отечественных не импортзависущих технологий и оборудования. Соответственно, нами были изучены все необходимые требования к подобным изделиям. И далее был использован в качестве основного материала уже зарегистрированный сплав, разрешённый в медицинской промышленности, имеющий все разрешительные документы. Соответственно, вот схема проведения данной технологической цепочки. И здесь, опять же, мы не смогли отказаться, наоборот, даже более явственно обозначили необходимость предварительного прототипирования как раз методами 3D-печати или стереолитографии, которая позволяет уже делать так называемые завершающие подгонки не во время операции, а предварительно, когда мы уже учли все нюансы индивидуального размера дефекта и, самое главное, ещё окружающего ложа и мягких тканей. Недоучёт этих обстоятельств может приводить к полному фиаску любой самый высокотехнологичный напечатанный индивидуальный протез импланта. Соответственно, здесь важно учитывать и возможности развития объёма, развития площади контакта и облегчение конструкции за счёт создания так называемых ажурных конструкций. И одновременно важнейшая часть, которая обеспечивает любую восстановительную операцию на опорную двигательную систему – это стабильность, стабильность остеосинтеза. Пренебрежение подобными основами ортопедии и травматологии чревато, к сожалению, дискредитацией этого метода. И это тоже отдельные технические решения, в которые во многом удаётся индивидуализировать именно благодаря этапу так называемого прототипирования на модели. Соответственно, всё это достигается при помощи применения таких технологических процессов, как инжекционное формование, прессование и лазерное спекание. Вот варианты создания, реализации этих идей. Причём, обратите внимание, всё должно быть очень природоподобно, и поэтому конструкции внутри имплантата в зоне тела, который несёт максимальные нагрузки, и в зоне подсусловной шейки, они совершенно отличаются от того, что присутствуют в имитации ветви челюсти и так далее. Соответственно, нами в рамках федеральной целевой программы была проведена предклиника, включая мелких лабораторных животных, которая благополучно завершена и доказала возможности изготовления и остеоинтеграции подобных конструкций как в губчатых, так и трубчатых костях, с возможностью уже перехода к самой важной и главной части этого проекта, это проведение, так называемых, ограниченных клинических испытаний. Поэтому в заключение хотелось бы сказать, что именно применение аддитивных технологий в медицине позволяет использовать его на этапе как обучения, так и, самое главное, создание оптимальных и быстрых условий с высокой степенью получения ожидаемого эффекта нашими пациентами. Спасибо за внимание.